Ну давай про Тулеево, конечно, Тулеев мне гораздо ближе, на мост я не ездил, а к Тулееву я ездил. И это было одно из самых вообще экстремальных впечатлений в моей жизни, потому что мы, ну, вы, наверное, смотрели расследование про резиденцию Тулеева. Мы поехали в Кемерово и сняли просто огромный гигантский участок, там в районе миллиона квадратных метров, где-то достаточно много постройок, и все это является госрезиденцией, в которой проживает Тулеев и который пользуется этой госрезиденцией. Зная особый правовой режим в Кемеровской области, а точнее отсутствие какого-то правового режима и вообще все, что там происходит, как там по беспределу сажают людей, как задерживают людей, мы решили не сразу лететь в Кемерово, как, кстати, сделал Михаил Светов, которого в аэропорту просто отправили местные силовики назад в Москву. Мы прилетели через Новосибирск. Нам там помог Сергей Бойко, координатор московского штаба, который выраженец Новосибирска. Он нам помог, и мы на машине из Новосибирска, значит, огромным новым дроном в багажнике, на машине поехали в Кемерово. Я думал, я посплю в дороге, потому что самолет, я не выспался, но это была самая ужасная дорога, которую я видел в своей жизни. В Магадане, где я прожил пару месяцев, когда там избирался, в Магадане были дороги гораздо лучше. Здесь ты едешь, там, две полосы, одна в одну сторону, другая в другую сторону, и адские ямы какие-то вывойны, какие-то лежачие полицейские, которых ты проскакиваешь на скорости, там, 120 км в час. Все это выглядело совершенно ужасно. И понятно, куда идут деньги. Деньги идут, когда ты приезжаешь к Кемеровской области, ты сразу видишь, что они идут не на дороге, они идут на Тулеева, на его роскошную жизнь. А люди, которые ездят по дороге, они просто подвергают своей жизни опасности. Я пока ехал, я шишку на голове набил, потому что наша машина вот так вот прыгала. Я думал, нам на новый дрон придется собирать, потому что старый в багажнике уж точно разбился. Подождите, Георгий, это не та ли дача, которой нет? Это та дача, которой как бы нет, как ответила прокуратура. Вот вы так смело заявляете, да, вы, наверное, видели, не только вы, но видела и прокуратура, видела ваш материал, а дачу не видела. Как так можно? Ну вот, по мере приближения к этой даче и по мере ухудшения дороги, было понятно, что дача должна быть впечатляющей. Ну, собственно, так и оказалось. Там достаточно много всего. Мы, естественно, написали заявление в прокуратуру и везде, куда надо, потому что Тулеев покинул свой пост, но, тем не менее, продолжает пользоваться этой государственной резиденцией. Какого черта спрашивается? Ну, ладно, если ты глава региона, тебе там что-то еще положено, но когда ты уходишь с поста, а тебе вот эта вот роскошная резиденция, окруженная лесом, там, свежий воздух, своя артезианская скважина, вот это все тебе остается? Какого черта спрашивается? Почему все остальные жители Кемерово живут в условиях просто экологической катастрофы, а ты, значит, там, в Сосновом лесу попиваешь водичку из артезианской скважины? Березовый сок, березовый сок, обнимай березку. Да, и у Тянького права там находиться нет. И мы об этом написали, и нас это возмутило. У меня есть рецепт для прокуратуры. Значит так, уважаемая прокуратура, как найти дачу Тулеева, госрезиденцию? Правильно я ее называю? Госрезиденцию? Я думаю, это госрезиденция. Резиденцию Тулеева, как найти? Вы едете по своим обычным выбоинам, как выбоины заканчиваются, так вы, где они заканчиваются, вы сечете, поворачиваете туда, где лучше дорогу улучшать, вы на правильном пути. Горячо, горячо, горячо Тулеев. Вот и все. Отлично с работы. Я думаю, это, на самом деле, даже в других регионах. Воздух. Еще один признак. Чувствуете, дышится легче, значит, вы ближе к Тулееву. Значит, вы ближе к Тулееву. Ну, вот, не знаю, он же, ну, насчет дышится легче, кстати, мы, может быть, перебарщиваем, потому что ему уже плохо стало от твоих расследований. Ну, да, он даже какое-то достаточно смешное заявление сделал, что он уходит из политики, потому что оскорбился нашим расследованием, потому что мы, значит, уничтожили у него веру в людей тем, что пролетели над его дачей. Конечно, нам это достаточно льстит, потому что иметь такого персонажа вот в качестве звездочки на нашем самолете, это, конечно, приятно, но понимаем, что он, конечно, вряд ли говорит правду, потому что Тулеев достаточно такой мерзкий, слизкий тип, который подстраивается под ситуацию и в любой момент времени говорит то, что люди хотят от него услышать. Он, тут у меня цитаточка есть, морально его унижает твое расследование, но сегодня все видят, какой ты прекрасный, милый, совершенно не хотел никого морально унизить, а просто нашел. Да, хотел я его морально унизить. Простите, если это пишут следователи, то посчитайте это шуткой. Да нет, на самом деле. Они пишут, я видела, как это делать. Прокуратуру, написал сам Тулеев на нас, представляете, мы сделали против кого-то расследование, а он сам написал на нас прокуратуру, никогда такого не было. А теперь тогда у меня есть рецепт для тебя. Если тебя заставит прокуратура, значит, опровергать что-то, ты не забудь еще раз прямо показать в опровержении, что именно ты опровергаешь. Ну, на самом деле, прокуратура опровергает то, что мы не говорили. Прокуратура сделала заявление, что у Тулеева в собственности нет этой дачи, и мы рассматриваем вопрос о возбуждении уголовного дела, о клевете. Да е-мое, мы не говорили, что это в собственности Тулеева. Вы расследование-то наше посмотрите. Мы все время говорим и даже справку показываем, что это не физически записано на Тулеева, а записано на администрацию. И все это содержится за счет бюджета. Если бы это было записано на Тулеева, на это бы меньше бюджетных денег уходило. А так это все содержится за счет бюджета, за счет тех денег, которых не хватает на дороге. Там живет Тулеев, и какого черта он там живет с того момента, как он уволился с поста губернатора, непонятно. Нет никаких законных оснований у него пребывать на этой даче. Вот что нас возмутило. Он теперь народный губернатор, значит и госрезиденция, он народный. Он стал народным губернатором достаточно давно. Я сейчас еще расскажу эту историю, мы ее не публиковали, но она... Георгий может вечно говорить о Тулееве. Вы спрашиваете, если что-то другое вдруг хотите знать. Да, давайте, кстати, вопросы, а то мы сейчас увлечемся. Будем еще рассказывать про Тулееву, и у нас одни жители Кемерово останутся в эфире. И будем с ними, значит, разговаривать. Ну, то что-то интересное все-таки хотел сейчас добавить. Ну, во-первых, про народного губернатора. Что такое народный губернатор? Вот что такое народный. Остальные какие, ненародные? Такое звание. Народный губернатор. Который в Кемерово присвоили. Кому бы вы думали? Тулееву. Ну, просто других губернаторов там не было. И учредил это звание, этот орден, или что это такое. Человек, который работал у Тулеева и который почему-то на какое-то короткое время стал исполняющим обязанности. Судя по всему, Тулеев как-то сам не решил подписывать указ о награждении себя званием народный губернатор. Назначил ИО губернатора на несколько дней какого-то другого человека, который подписал этот указ. А потом снова Тулеев стал не просто губернатором, но еще и народным губернатором. А теперь, собственно, сама мякотка. Это не просто звание, которое ты можешь себе в Википедию вписать. Во-первых, тебе выдается какая-то там золотая звезда, которую ты вешаешь себе на шею. И она реально из золота. И там есть описание этой золотой конструкции. Сзади батон подвешиваешь, чтобы это не слишком вперед тянуло золотой. А там сзади другая. Да, ну чтобы не перемещать. И она тебе выдается. И мало того, что эта золотая штуковина выдается тебе на шею, тебе еще ежемесячно положены денежные выплаты. В районе 60 тысяч рублей, что для Кимеровской области очень большие деньги. И Тулеев придумал себе это звание. Сам себе, значит, его присудил через помощника. И теперь везде себя гордо именует народный губернатор. Хотя другого губернатора, кроме Тулеева, на момент присутствия в Кимерово и не было никогда. Все про Тулееву. Стрелялся про Тулеева. Стрелялся про Тулеев. Продолжение следует...